В России умерла первая пациентка с коронавирусом. Причиной смерти 79-летней женщины стал ряд хронических заболеваний. В Китае, между тем, заявили, что нашли лекарства от коронавируса. Это медикамент японского производства. Тесты при его приеме становятся отрицательными уже на четвертый день. Правда, в самой Японии считают, что препарат неэффективен при тяжелой форме инфекции. Тем временем, в нашем крае из-за коронавируса под наблюдением врачей дома находится 510 человек. Есть один заболевший, еще трое ждут анализов. Всего же в России 147 зараженных. Чтобы зараза не добралась до нас, в Норильске приостановят работу до 31 марта музей, галереи, кинотеатры, библиотеки, спортучреждения и платные секции. Но на время вынужденных каникул наш театр, например, запускает трансляцию трех своих спектаклей в онлайн-кинотеатре. Online-defeas.sin.com Это дядя Ваня, жди меня, и я вернусь. Норильские анекдоты. Да и крупнейшие мировые российские культурные площадки не прекращают работать в онлайн-режиме. Все полезные ресурсы вы найдете на нашем сайте. sgnarisk.ru Кстати, на дистанционную работу в онлайн-режиме переходят суды и другие госучреждения. А вот у медиков режим работы не меняется. И в случае заражения норильчан коронавирусом их разместят в инфекционном отделении на Кирово-23. Там уже приготовили 12 одноместных палат. Но, к счастью, сейчас они пустуют. Норильские врачи подчеркивают, в нашем городе зараженных нет. Даже если больных будет больше 12, то и для них найдут место. Медики говорят, что больных с другими инфекциями не коронавирусом поместят в городскую больницу. А в инфекционном отделении есть все средства для лечения нового вируса. Для симптоматического лечения больных, заболевших коронавирусной инфекцией, в учреждении имеются все необходимые лекарственные препараты. В случае, если у таких больных будут такие осложнения, как пневмония, которые требуют, в принципе, их нахождения на аппарате искусственной вентиляции легких, в учреждении есть определенное количество этих аппаратов. В случае нехватки у нас уже разработан план по передаче в учреждения аппаратов искусственной вентиляции легких из других учреждений. Анализы норильских пациентов, которых заподозрят в заражении коронавирусом, будут отправлять на обследование в Красноярск. Тестированием занимается Краевой центр гигиены и эпидемиологии. Уже в пятницу мы расскажем, как занимается профилактика и распространение вируса Норильское управление образования. Одна из мер – перевод школьников на дистанционное обучение. А сейчас подробный рассказ о ситуации с продовольствием в городе. Представители торговых сетей на совещании в мэрии сообщили, что дефицита продуктов на территории нет. Из-за нездорового повышения спроса на товары длительного хранения, случившегося на этой неделе, предприниматели скорректировали свои закупки и дополнили запасы сверх нормы. А две торговые сети показали нашему спецкору Людмиле Кожевниковой магазины и склады и рассказали, как выстраивается цепочка доставки продукции, каковы сроки и от чего зависит цена. Утро на распределительном центре начинается с отправки товаров в розничной сети магазинов под Сомах. Это стоит уже приготовленный товар. В 8 утра начинается отгрузка со склада. Только при нас отправили три грузовика с продуктами в магазины города, а мимо уже несется вилочный погрузчик. На склад прибыл контейнер с 24 тоннами продукции, доставленной по воде. Сейчас идет выгрузка контейнера. Из дудинки привезли контейнер. В 7 утра идет выгрузка муки и бокалейной группы. А здесь мы сразу и отправляем так же. Это уже авиагруз, это уже у нас зелень, огурцы и помидоры, молочный товар. То есть тоже прибывает одновременно. И вроде все на этом складе работает в штатном режиме. Вот только если на прошлой неделе в магазин отправлялся условно один грузовик с продуктами, то теперь количество ходок в разы увеличилось. Не заметить возросший спрос населения к товарам долгого хранения в крупной сети просто не могли. Отдел маркетинга, менеджеры, закупщики работают. Увеличиваем заказы. Те, которые, например, планировали сделать в начале апреля, в середине апреля, мы их просто перенесли пораньше, чтобы не остаться, вот именно, как бы, не было перебоев с продуктами. Закупку товаров долгого хранения в НТПО увеличили в полтора раза. Если кто-то опасается сбоев в логистической цепочке, в торговой сети также успокаивают. Обычно схема доставки в Норильске выглядит так. Подсолнух делает заказ у крупного поставщика. Договариваются, в каком распределительном центре его заберут. Далее подключаются логистические компании, которые доставляют продукцию до места отправки. К нам товар идет либо по воде, либо по воздуху. Если в этой цепочке выпадает один из участников, схема не меняется. Любая крупная компания имеет договоры с несколькими поставщиками, распределительными центрами в разных городах и логистическими компаниями. То есть один не смог доставить, подключается второй. А поскольку мы еще и удаленная территория, все торговые компании Норильска всегда работают с запасом. Так и хочется сказать, как тебе такое, Минсельхоз? А это специальный ангар этого большого склада, можно сказать, стратегический объект. Сюда ежедневно привозят товар, и он постепенно наполняется, наполняется, наполняется. Дело в том, что к концу апреля он должен быть укомплектован полностью. Это так называемая подстраховка на навигационный период, когда разливается Енисей и по воде на территорию не идет продукция. Товара здесь должно хватить как минимум на 75 дней. И вот это точно называется. Резерв так резерв. Одну? Нет. Нормально, нормально. А это уже торговая сеть «Медведь». В начале недели, как только заметили, что покупательский спрос нездорово подскочил, сразу доставили дополнительно 130 тонн продовольствия. Еще 140 идет по воде. Здесь успокаивают. Дефицита у поставщиков в принципе быть не может. Идет смена сезонов. Уже весна. Сейчас скоро все равно в принципе и урожай, не урожай, овощ, не овощ все равно все будет. Это уже в Нарвиске у нас снег, мороз, не знаю. Ну и здесь да все есть. И парники у нас как бы, да, скажем, теплицы. Везде все хватает. Сейчас же не то время, когда были какие-то санкции. Очень много у нас начали производить в своем. Понимаете? Российская... Что касается цен, сами предприниматели предупреждают. Чересчур завышенный спрос автоматически вызывает желание у поставщиков взвинтить цены. Здесь спасают лишь давнее сотрудничество, долгосрочные договоры и указы сверху. Я думаю, что не будет поднимать цены, потому что еще сегодняшний указ, если вы в курсе, будет же сильно... Это же как бы нас же тоже контролируют. У нас частный бизнес. Это не значит, что мы можем, когда вот как хотим так поступать. Нет, конечно. У нас есть ФАС, есть прокуратура. У нас вот и даже вчера была у нас проверка, они мясо проверяли. Повышение цен может произойти только на так называемую группу биржевых товаров. Сахар, сыр, яйцо, курица, некоторые виды мяса. Но это зависит далеко не от коронавируса, а от волатильности рубля. Вот и власти города настаивают. Дефицита не предвидится. Сбой в поставках тоже. Смысла в закупке продуктов на много месяцев вперед нет. На складах все спокойно. Людмила Кожевникова, Вячеслав Матвеев и Александр Вори. Новости северного города. Ну а что же с рублем, долларом и евро? Курс американской валюты уже перешагнул отметку 80 рублей. Это произошло впервые с 2016 года. Так, в четверг в одном из крупных банков в Норильске доллар продавали за 82 рубля, евро за 91. Вместе с тем стоимость нефти марки «Брент» впервые с 2003 года опустилась ниже 26 долларов за баррель. И черное золото, и российская валюта дешевеют на фоне развития ситуации вокруг коронавируса. Вскоре в Норильске появится новый трехзвездочный отель. Под него красноярский подрядчик перестраивает здание бывшей девятиэтажной гостинки на «Металлургов-25». Стройка идет по программе государственно-частного партнерства. Инвестором стал один из норильских предпринимателей. Впервые съемочная группа северного города побывала на объекте еще в феврале. Тогда рабочие разбирали верхние этажи. Сейчас их осталось всего четыре, и бригада уже приступает к внутренним работам. Вот как сейчас выглядит бывшая гостинка на «Металлургов-25». От девятиэтажей здания осталось только четыре. Демонтаж пяти верхних этажей стал отправной точкой реинкарнации. Спустя 45 лет после постройки гостинка станет трехзвездочным отелем. По проекту этажей все же будет пять. Один этаж с панорамным видом надстроят позже. Обещает застройщик благоустроить и прилегающую к будущему отелю территорию. Презентабельно оборудуют и зону ресепшена. Входная группа будет с лифтами, будут тоже из металлокаркаса, со стеклом, с современным видом уже обшита, утеплена, с материалами, которые экологичны, чистые и современные. А сами номера будут внутри гостинки, в комнатах, где раньше проживали люди. Но, соответственно, там у нас будет тоже современная отделка. Ко внутренним работам уже приступают. Всего на объекте задействуют около ста рабочих разных специализаций. Как нам рассказал подрядчик, в здании не осталось ни одной старой трубы, ни одного метра старого кабеля. Все коммуникации проложат заново. Номера оснастят пожарной сигнализации. А чтобы войти в них, нужно будет приложить к замку ключ-карту. Кроме того, в новом отеле, по словам инвестора, работу смогут найти около 40 норильчан. Кроме самих 132 номеров, в будущем отеле планируют разместить конференц-зал, ресторан, химчистку, салон красоты и фитнес-зал. Всем этим, обещает инвестор, смогут воспользоваться не только постояльцы, но и все норильчане. А вот еще одно здание, которое тоже может стать отелем. Ленина 23. С таким проектом в прошлом году на градостроительный совет вышел один предприимчивый норильчанин. Здание выкупил, деньги должен отдать в течение 7 лет. Этим пока что все и ограничилось. Что изменится, увидим со временем. А нужны ли Норильску новые отели? Чиновники считают, что нужны. Туристическое направление на сегодняшний день является приоритетным. Расширяется. С агентством развития Норильска разрабатываются различные программы. Направление туризма на территорию муниципального образования. Я думаю, что будет приток желающих людей на территорию, которым может быть интересна наша территория. А вот два проекта, которые после презентации на градсовете воплотили в жизнь. Несколько лет назад здание по Ленина 42Б числилось как расселенная хрущевка. Была она неприглядного вида и постепенно разрушалась. В 2018 году ее переделали в современный торговый центр. Еще один появился в Толнахе на Бауманской 8. Его возвели на ростверке, оставшемся от снесенного жилого дома. Еще один интересный проект, который озвучили в прошлом году – возрождение кафе от 2 до 5. Его закрыли еще в 99-м. После этого часть дома по Ленина 30 снесли. Сейчас этой перспективой всерьез заинтересовались норильские власти и архитекторы. Говорят, на разработку проекта и строительство понадобится около двух лет. Андрей Гришков, Геннадий Зверев и Артем Смирнов. Новости северного города. Привет, друзья! Вы смотрите «Играние спорта». Это значит, что прямо сейчас мы расскажем, чем же живет спортивный Норильск. Ну вот, например, спорт объединяет не только друзей, коллег и знакомых, но еще и целые семьи. В заполярной филиале прошли ежегодные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Мы обязательно покажем, какую такую спортивную инициативу придумали жители одного из норильских дворов, что их идею аж целый фонд президентских грантов поддержал. Ну и обязательно расскажем, как на домашнем поле принимали гости из Югорска и футбольная команда «Норильский Никель». Итак, поехали! А началось все со спортивных эстафет в Доме физической культуры. 13 семей, а здесь представителя таймырского до медного выясняли, кто же самая спортивная команда. Прыжки в длину, бег с препятствиями, отжимания и приседания. Чтобы достичь отличных результатов, хорошая форма просто необходима. Соревнования среди команд за полярный филиал состоят из двух частей. Условно говоря, сухопутная, которую мы сейчас наблюдаем, и вторая часть – водная, которая пройдет в плавательном бассейне. В сухопутной части есть первая эстафета – это упражнения из комплекса ГТО. И также четыре эстафеты по типу веселых стартов, которые в различных формах так или иначе знакомы всем причастным к спортивной жизни. Команде Арбузовых спорт не чужд. Каждый член семьи за здоровый образ жизни. На таких соревнованиях впервые. И, конечно же, желание войти хотя бы в тройку лидеров есть. Как-то специально готовились вообще, я не знаю. Нет, нет. Мы все равно в спорте, мы занимаемся, тренируемся, у каждой по своему направлению. С спортом мы близко общаемся, но специально не готовились. Вот так вот. Понятно. А кто какой спорт семьи больше любит? Я фитнес. Я бассейн. А я тяжелая атлетика. Папа, мама, я, спортивная семья стали традиционной формой активного досуга среди работников заполярного филиала. Соревнования проходят 17 лет подряд, а участников отбирают по уже отработанной схеме. Так, например, на больших предприятиях, таких как Надеждинский металлургический завод, проводили отборочные турниры. Бассейн. Малая вода. Это второй этап. Состязания на воде всегда финал соревнований. Классические эстафеты, семейные заплывы и состязания на скорость не дают расслабиться ни взрослым, ни детям. Ну а по итогу победителями турнира стали три семьи. На первом месте представители управления заполярного филиала. На втором работники медного. Третье место у знакомой нам семьи Арбузовых с Надеждинского металлургического завода. Ну а прямо сейчас из бассейна переместимся на поле Арктики, где команда «Нриск Никель» принимала гостей из Егорска. А еще вы узнаете, зачем некоторые болельщики на несколько часов раньше до игры приходят. Владимир Иванович, вы, как обычно, раньше всех на наши трибуны приходите. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, Андрюш, спасибо тебе. Большое-большое спасибо тебе. Трибуны пусты, до игры полтора часа, но это не смущает Владимира Тишира. Он давний болельщик нашего мини-футбольного клуба, который появился в 93-м году. С тех пор, рассказывает Владимир Иванович, не пропустил ни одного матча. И приходит он заранее, чтобы пропитаться спортивным духом самого дворца. Говорит, так болеть за нашу команду проще. А любовь к этому виду спорта у Владимира Тишира особая. В семилетнем возрасте сам впервые надел футбольные бутсы. Становясь старше, играл за любительские команды. Правда, после травмы перестал, но интерес не угас. Каждую игру вы посещаете, да? Каждую. Не пропускаете? Нет. Даже если плохое самочувствие, если состояние здоровья не позволяет, вы все равно приходите? Таблетку выпью и иду. Давление поднимает, таблетку выпью и иду. Все равно буду ходить. А еще Владимир Иванович имеет страсть к коллекционированию. Такие футбольные брошюры он собирает. Вот уже 53 года. Их накопилось у него свыше 2000 экземпляров. Одну из программок захватил с собой, а все ради того, чтобы получить заветный автограф старшего тренера команды Норильского никеля Алексея Попова. Его как раз не хватает для украшения коллекции. Спасибо вам за поддержку. Это вам спасибо, что вы нормально играете. Все меньше времени остается до игры. Владимир Тишлер оставляет нас, чтобы настроиться перед матчем. Игра обещает быть жаркой на кону кувак России. Это первая встреча финалистов. И вот трибуны потихоньку наполняются. Игроки разминаются, а мы в это время идем к другой команде. Не только футболисты волнуются перед игрой, но и девушки из группы поддержки «Северян». Лет семь назад впервые решили попробовать таким образом подбадривать болельщиков и игроков. Каждая профессиональный хореограф. Однако поначалу, рассказывающие лидерши, не были уверены в успехе этой затеи. Как такового опыта не было. Меж тем, лиха беда начала. И сегодня, признаются девчонки, без них не обходится ни одна игра. А сами они очень серьезно прикипели к мини-футболу. Сейчас мы прям прониклись играми. Мы уже прям переживаем, болеем. То есть мы очень серьезно к ним уже относимся. И очень такие сплоченные с командой вместе. И вот он момент истины. Игра началась. Соперник непростой. У него отличная оборона. С насколько ее не взять. Да и в нападении он хорош. Что, собственно, и демонстрируют гости. Уже с первых минут они пытаются взять штурмом наши ворота. Но и северянам было, что противопоставить. На ворот они выставили молодого и очень перспективного игрока. 23-летнего Николая Балашова. Большую часть игры футболист отражал такие атаки, которые, казалось бы, должны принести сопернику гол. А нападающие на рискованико время от времени напоминали о себе. Периодически расстреливая вратаря из Югорска. Первая четверть матча проходила с переменным успехом. Точные пасы Югры подводили команду к нашим воротам. Но северяне не давали сделать меткий удар. По такой же схеме работали и гости. И в итоге открыть счет так никому и не удалось. На перерыв команды ушли со счетом 0-0, имея в копилке по два нарушения. Ждем победы, ждем победы. Удары по воротам, а то возят, возят, возят. Непонятно, что. Нет, ошибаются, но все поправят в втором тайме. А что нужно вообще? Нужно агрессии побольше. Сути не свистят. Надо, значит, агрессии побольше. Мы выиграем. Выиграем. И мы выиграем. Эти слова окажутся пророческими. Во втором тайме отдохнувшие команды стали с удвойной силой штурмовать ворота друг друга. И если наречания оказались непрошибаемыми, то вратарь газовиков все же дал слабину. До конца игры хозяева сохраняли преимущество, попутно пытаясь приумножить количество голов. Правда, газовики быстро отправились от забитого мяча и предприняли все попытки не допустить этого. Итог встречи 1-0 в пользу норильского никеля. Ответный матч планируется провести в Югорске. И такая информация. Ответный матч Газпром Югра и Норильский Никель был перенесен из-за угрозы распространения коронавируса в России. Напомню, матч должен был состояться 21 марта в Югорске. Также до 10 апреля отменены все спортивные события, которые проходили под эгидой Российского футбольного союза. А теперь переместимся во двор на Комсомольскую-3, где инициативные жители решили в их дворе спорту быть. Эта хоккейная площадка, что заливают пожарные во дворе на Комсомольской-3, появилась благодаря активности самих горожан. Инициатива исходила от родителей маленьких хоккеистов. Написали социальный проект, подали на грант боготворительной программы «Мир новых возможностей», получили поддержку Норникеля почти на 5 миллионов. Часть этих денег ушла на строительство, часть на закупку необходимого инвентаря. И на этом активные наречения не остановились. Они снова приняли участие в боготворительной программе Норникеля. И уже в этом году вокруг площадки появятся спортивные дополнительные зоны, места для отдыха. Также инициатива жителей двора была поддержана и фондом президентских грантов. Это значит, что в городе будет реализован еще один проект – дворовый хоккей на Крайнем Севере. Основная цель которого – не просто формирование здорового образа жизни среди молодежи, но и проведение различных спортмероприятий по хоккею и футболу. Планируется, что участниками станут около 500 детей и их родители из Норильской дудинки. Ну а теперь заглянем в гости к Норильск Трансгазу, где для работников газовой отрасли открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Этого события газовики ждали давно. Появление физкультурно-оздоровительного комплекса – еще один большой шаг на пути к спортивным достижениям. Работников уверены руководители Норильск Газпрома и Норильск Трансгаза. Ремонт шел почти полгода, так полностью обновили спортзал, где волейболисты, баскетболисты и футболисты могут оттачивать свое мастерство. А тем, кто предпочитает силовые виды спорта, добро пожаловать в тренажерку. Здесь штанги, гантели и другие принадлежности для поддержания себя в хорошей форме. Не забыли и о зоне релакса. Это баня плюс сауна. Отмечу, что такой подарок от руководства – хорошее подспорье для спортсменов. Нашли средства и сделали все для наших газовиков. И в честь 52-й годовщины газовой отрасли на Таймыре зал этот сегодня открыт. Среди газовиков регулярно проводятся собственные спартакиады по девяти видам – от бадминтона до стрельбы. Кстати, в мае Норильск Трансгаз и Норильск Газпром планируют посоревноваться среди вахтовых поселков. Наградой станет переходящий кубок. А далее о юных спортсменах. Как проходили соревнования, расскажем прямо сейчас. Это ежегодное первенство по «Косики каратэ». Соревновываются дети в возрасте от 6 до 16 лет. Вообще, «Косики каратэ» довольно жесткий вид единоборств. И не случайно защитные элементы «Кераса» и «Маска» напоминают самурайские доспехи. Старые мастера считали, что если боец способен пробить руками подобную защиту, у него есть шансы остаться живым в рукопашной схватке. Конечно же, в наше время до такого не доходит, говорят тренеры. Зато «Жилет» позволяет проводить удар в полную силу, не нанося серьезных повреждений спортсменам. «Кераса», например, гасит удары в область солнечного сплетения, а «Маска» поможет избежать серьезных ушибов лица. Говорят, что в идеале она выдерживает даже удар бейсбольной биты. И хотя в этот раз защита подвергалась гораздо меньшим испытаниям, некоторые хлесткие удары юных бойцов даже из зала смотрелись внушительно. И, конечно, схватка на татаме стала не только состязанием в технике, но и испытанием воли каждого из соперников. Задача какая? Чтобы не только взращиваем физику тела, но и чтобы было понимание боя на татаме. Конечно, что это идет такой комплексный подход, совершенствование тела, духа и ума. Участниками турнира стали почти 100 человек. Среди них разыграли 27 комплектов медалей. Такой выдалась эта спортивная неделя. Что готовит нам следующее, узнаем в будущий четверг. И если вам, вашим друзьям и знакомым, есть что рассказать об интересных занятиях спортом, свяжитесь с нами через соцсети или WhatsApp. И мы обязательно это покажем. Берегите себя, болейте только спортом. И до встречи! Здравствуйте, это Сапрамат. И сегодня мне хотелось бы поговорить об укропе и огурцах. Это чрезвычайно полезные вещи. А если к ним прибавить еще других овощей, то в итоге можно сварить не только сносный борщ, но и ряд других вкусных блюд. А если рядом с укропными, так сказать, грядками поставить курятник или свинарник, про походы в супермаркет можно забыть. Ведь кроме туалетной бумаги, что там еще покупать? К тому же работа на свежем воздухе, несомненно, пойдет на пользу здоровью. Ведь на проветриваемом пространстве ни один коронавирус не страшен. Да и простуду подцепить не от кого будет. Следовательно, в аптеку не надо будет ходить, тратя деньги на импортные лекарства. А если еще и баньку рядом поставить, жизнь, можно считать, совсем удалась. Вероятно, именно так считает Вячеслав Никонов, который депутат Госдумы. Хороший или плохой человек и депутат судить не нам, а его избирателям, которых, к слову, он на дачу или огород тоже отправляет. Пережидать нашествие коронавируса и, наверное, резкое ослабление курса российского рубля. У нас, безусловно, есть огромное конкурентное преимущество, которое, я считаю, делает нас менее уязвимыми. К ударам пандемии Россия занимает первое место в мире по количеству дач и огородов. И я думаю, что это позволит нашему населению рассредоточиться, самообеспечиться, самоизолироваться и, в конечном счете, преодолеть вирусные опасности, цитирует депутата РИА Новости. Самоизолироваться и самообеспечиться. То есть, как говорят на флоте, уйти в автономку. Да, огород и дача – дело действительно нужно и хорошее, и однозначно весомое подспорье для любого домохозяйства. Но самоизоляция – это отнюдь не забота слуг народных о народе, основе государства. Это очень близко к известным идиомам про спасение утопающих и про хату с краю. И про самообеспечение тоже можно рассуждать в этом же ключе. Интересно, сколько грядок на даче народного слуги Никонова? Работает ли на них он сам? И намерен ли в пандемию самоизолироваться и самообеспечиться? В точном соответствии со своими словами. Вот и политический обозреватель-коммерсанта Дмитрий Дриза тоже говорит о том же, что министр финансов Антон Силуанов официально объявил, что бюджет страны теперь дефицитный, значит, будем тратить запасы. Что в этом заявлении нет сенсации, но это констатация факта. Кризис пришел, он уже здесь. Что думать следует уже не о высоких материях, а о том, как стабилизировать экономику и помочь собственному населению пройти все это относительно без проблем. Смотрим на Америку, пишет наш коллега. Белый дом готов выделить 1 триллион долларов на поддержание стабильности. Однако главное здесь, конечно, не общая сумма, а предложение выдать каждому американцу по тысяче долларов. И, кстати говоря, их население пока не рукоплещет своему лидеру. Вот уже действительно неблагодарны, удивляется Дмитрий Дриза. Если такое сделать у нас, можно смело говорить о том, что нынешняя власть навсегда обеспечит себе место в истории и в памяти народной. Однако почему-то кажется, что у нас такое невозможно. А если серьезно, то не нужно тысячи долларов. Тем более, что у государства, как мы знаем из истории, деньги брать опасно. Сначала дадут, потом удержат, да еще и в кратном размере. Нужно найти какие-то слова для народа, чтобы прониклись и как-то осознали. Не про мониторинг, фонды, графики, фонд национального благосостояния и бюджетный дефицит, который нам не страшен. Не бюрократическим языком, а так, чтобы за душу взяло, пишет политобозреватель коммерсанта. Озвученная депутатом Неканону схема, по словам Дмитрия Дриза, идеальна еще и тем, что не требует никаких особых затрат со стороны бюджета. Народ, как говорится, может все сам. Да все сам. Дача, повторю, дело хорошее. А вот как быть нам, я знаю людей в Норильске, которые тоже хотели бы выращивать для себя картошку, укроп, да и несколько несушек держать. Но где? Сейчас, посреди мартовской тундры, географическая отдаленность Норильска не стоит безусловно того, чтобы называть ее изоляцией. Вот Дальнему Востоку хорошо, там и погоды стоят уже другие, да и пресловутый Дальневосточный гектар, отличное подспорье. До грядок, наверное, там еще не добраться, а вот скот держать вполне себе. Незадолго до пандемии и безобразного падения курса рубля нет-нет, да и звучало мнение, что программу аналогичную Дальневосточному гектару можно распространить и на наши края, и даже назвать ее предлагали арктический гектар. Сейчас об этом ничего не слышно. Понятно, что нынче главное сохранить достигнутое добычу нефти, экономику, здоровье и занятость. Тут не до каких-то там гектаров, тем более в какой-то там Арктике. Сейчас вообще сложился уникальный набор пандемии, от которой трещат по швам различные отрасли экономики. Слабый рубль, которому ослабление предсказали чуть ли не на два года вперед, да еще и нефтянка, что из-за низких цен на сырье сейчас в таких условиях ее добывать менее выгодно. И вдобавок ко всему все это на фоне экономических санкций, которые пока никто и не думал отменять. Что будет дальше? Прогнозов нет и в ближайшее время вряд ли предвидится. Потому-то и главное сейчас сохранить то, что имеем. Министерствам уже поручено предоставить отсрочку по уплате налогов пока до 1 мая в сфере туризма и авиаперевозок. Кроме этого, до 1 мая будет отложена подача федеральными органами и корпорациями новых заявлений о банкротстве в отношении должников в бюджетной системе. А беднейшие граждане должны получить бесплатную процедуру внесудебного урегулирования долгов в рамках процедур личного банкротства. Ну и пытаются оперативно узаконить новый вид занятости. Неполный дистанционный – это совмещение работы в офисе и по удаленке. В этом законе будет прописан и карантин с точки зрения занятости и многое другое. Но это в основном касается офисных работников. Что же делать остальным? Их, видимо, дача все же должна спасти. А это был Супромат. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова